добрый день дорогие друзья итак мы продолжаем игру fatal frame on the project zero чем рад всех видеть друзья продолжим нашу игру в прошлом моменте мы остановились в том где рэй бродила по разным темным местам во сне особняку в общем и дальше продолжаем исследование странных исчезновений в особняке может так сказать загрузить игру так сделаю я игру наверное чуть потише да сейчас опции зайду так отлично в общем все настроили ну давайте погрузимся дальше сны и курасавы узнаем какие тайны хранит это загадочное место так по-моему тут уже другой персонаж какой-то мы уже начали от какой-то непонятной локации довольно таки другим персонажем час 5 исчезновение так конструкции особого действия спят спрятаны добавлены спрятаться добавлено понятно так и у нас другой персонаж из того не все давайте поизучаем где мы вообще оказались и кем еще с управляем мы теперь управляем мужчиной у него тоже есть камеры довольно таки необычно потому что в первой во второй части не было как бы мужского персонажа хотя нет был в первой части был вначале мужской персонаж за которого можно было играть здесь уже довольно таки не давненько не появлялся мужской персонаж так и мы вообще оказались это понятном коридоре стене встроено большое зеркало дверь накрепка закрыта так значит нам туда не пройти давайте поизучаем что и где мы довольно жуткий дом сколько уже в нем блуждаю как не не оставляет подожди ка это это мог быть что-то знакомые о друзья это же бабочки со второй части фото фрайма так ну как я понял тут уже учитываются события первой части второй так дверь заперта может на другой стороне этой двери мил на замке вырезана бабочка так бабочка значит ключ бабочки нужно так похоже здесь теперь участвуют и как я понял персонажа со второй части довольно интересно если так подумать получается в третьей части из первой и со второй части персонажа есть это уже довольно таки интересно так мне вроде не послышалось какой-то звук похоже на струны так и что он шкафчик что-то отражает свет так лечебные пилюри туалете пусто похоже им давно никто не пользовался шкафа не называют туалет на довольно странно этаке может период и правильно так а что у нас тут очень полный полно всяких висящих кимоно довольно таки паблику хуже со временем так зеркало на подставке разбито на мелкие осколки среди этих осколков заколка на которой вырезан падут отражающие на свету черный кусочек чего-то застрял стене позади подставки за зеркалом это похоже на волосы на стене видит что-то черное это похоже волосы волосы ничего себе а тут целые пучки волос на кто-то явно тут страдал сильным обусением но все-таки пучки отваливались перед кота лежит старая книга до дневник один сколько уж не прошло сколько месяцев сколько лет много незнакомцев приходи сюда но ни один из них не был на него похож он сказал что у меня красивые волосы но неважно как я за ними слежу он никогда не узнает что я чувствую я лишь могу причесывать свои волосы и ждать его когда он придется своим фотоаппаратом меня снимет давай или дневник интересно на пол стоит старый котом так в общем там игральный инструмент был дневичок какой-то девушки и женщины кого она ждала непонятно удивительно что коту сам по себе играет хотя это вообще-то неудивительно ведь здесь же призраки обитают так давайте-ка еще смотрим что еще тут есть еще одна комната полно всяких кимоно разного рода расцветки хотя все поблекли дверь заперта дверная скважина длинные необычной формы на нее вырезан по дуб есть кто то есть а мы можем прятаться вот это уже полезная функция до этого такого него фото фрайме так а если мы спрячемся нас не увидит вот я ее вижу звон там за той ширмой давайте-ка попробуем пройти тихо может быть не увидит она вроде ищет нас не находит шустрый краб краб увлекся сегодня я смотрю давно так долго не засвеживал блин пардон привет буба еще раз забыл выключить оповещение один момент настройки совсем забыл все да краб конечно увлекся там с прохождением ну занесло походу его хорошенько в игре так здесь мы кстати губа начали с новым персонажем ни с того ни с сего ты практически ничего не пропустил мы отказались на какой-то локации и тут начали с новым персонажем и здесь начали приплетаться события второй части фото фрайм и первой в принципе что довольно таки интересность оборот событий принимает я попробую спятаться опа она мне нашего вот получается такая на ничего не может сделать И здесь, говорит она? Так, Губа пишет, да-да, вижу, сейчас схожу за очейком на вене, каким пока что-то, ага, прятного тебе чай пить, а Губа? Так, дверь накрепко закрыта. Так, она нас ищет. Там что-то вроде бы синины здесь тело, а здесь ничего нету. Так, это простая камера, по-моему, она ничего не лавливает. Так, тут маленькая дверь. Могу зайти. Так, мы похожи на каких-то балках. Так, прям как в первой части. Так, а куда бы пойти? Главное не грохнуться никуда. Так. Так, а что это за место? Окно завершено бумагой, я не могу видеть что внутри. Так. Ну-ка здесь. Тоже дверь. В двери каменная кладка и некоторые камни уставлены. Возможно, зашифровано как открыть дверь, однако не открылась. На каменной пластине мелкая надпись. Так, нанести тоже число страданий. Ну, в общем, уже третья головоломка подряд. Или вторая, я уже не помню. Так, в общем, здесь нужен камень, которого у нас нету. Так. Где мы вообще оказались? Какой-то чердачный проход, что ли? Или что это? Под крышей висит старые носилки. Носилки простые, незамысловатые, но оконная рама красиво украшена. Так, в общем, пока ничего интересного. Мне кажется, знаю, что это за верхний потолок. Таким проходом он возвышен. Так, здесь, в общем, ничего интересного нету. Вроде бы ничего нету. Так, та дверь закрыта. Так, за этой ширмой что-то есть. О, блин, она нас заметила. Ну, у нас нету специальной камеры. Так, спрячемся. Да, видимо, по всему видимо, она нас ищет. Это больно. Так, говорит, больно. Призрак так говорит. Попробую проскочить, не знаю. Тебе, говорит, не сбежать с меня. Может, открыто сейчас будет? Блин, закрыто. В общем, здесь делать нечего. Так, а здесь тоже какой-то... А, здесь же было закрыто. Хотя, может, и открыто. Посмотрим. Нет, здесь на замок закрыто. Ты не можешь меня. Я говорю, от меня не сбежать, говорит призрак. Ну, это как посмотреть. Так, здесь что-то надо сделать. Здесь тоже закрыто. Среди яблоков на самом комоде лежит красчевская декоративная заколка с освещенным рисунком. А-а-а, вот оно что. Декоративная заколка, украшена освещенным рисунком. Это, похоже, тот же рисунок, который был вырезанным в отверстии в двери. Посмотрим, какой дверь вам подойдет. Немножко этой. Да. Подуб. Мы ставили заколку подуба в скважину. Заколка служила как ключом. Оригинальный. Внутри комнаты, украшенной кимоной, запятой снаружи, было привидение женщины с длинными глющимися волосами. Вокруг зеркала находились кумки ее волос, прикрепленные к стене. Ждала ли она как будто все это время? В общем, каждый новый персонаж начинает с какого-то другого нового места. На чемнане лежат коробки из маски нового. Похоже, это маска масок. Камень. Или на волосы льдируют. Украшенные мишени подходят обеим куколам-близнецам. Там есть красная-синяя тарелка. Тарелка раскрашена красивым орнаментом, но у вето поблекли и уже потускнели. Соломенный колыбель лежит куколка. Смотрите, женская кимонова, длинные пряди волос на ткани. Так, изображен Дианутуса. Так, закрыта какой-то силой. Смотрите, женская кимонова, длинные пряди волос на ткани. На фотографии видно изображение чего-то странного. Как фигура женщины что-ли была. О, привет, Анимуша. Рад тебя снова видеть. Как успехи? Да нормально, Анимуша. В принципе, мы уже начали с новым персонажем. Ни с того, ни с сего. На удивление. Из другой какой-то локации. Так, книги на полке кажутся такими старыми. Я не могу прочитать ничего, чего написано о них. Но большинство книг кажутся про Шинта. Как видишь, Анимуша с новым персонажем начали. Изучаем, что где. Кстати, тут затронули события второй части фотофрайма. Что-то отражает свет. Пленка. Так, здесь ничего нету. Встретился новый призрак. Дальше к нам. С длинными волосами. А вот другая сторона. На площадке лежит. Так, это пилюли из трав. Так, тут дверь какая-то. Дверь накрепко закрыта. Толстые шнуры священной веревки и бумаги протянуты через дверь, которая была плотно запечатана. Может быть внутри что-то спрятано? Хорошее предположение. Наверняка что-то спрятано. У нас закрепили такой защитой двери. Так, ну здесь вроде ничего нету. Так, тут столько проходов, блин. Боюсь запутаться. Зайдем сюда. Так, дверь закрыта. Отсюда же мы зашли. Во всякий случай я его тут проверю тоже. В принципе там ничего другого не остается. На алтаре горит свет там, где был поставлен миниатюрный храм. Ничего тут нету такого секретного. Вроде нет. Дверь закрыта. Так, это вот призрак девочки. Так, на нее не действует камера. Пойдется нам убежать. Пойдется убежать, поскольку камера не действует. Это простая камера. Так, ну здесь мы были получается уже. Ага, кого-то вижу. Да, какой же тут все разрушено, все по-моему. О нет, опять этот призрак. Надо спрятаться. В общем, анимуши мы теперь умеем еще и прятаться. Вроде бы нас не видит. Можно было бы попробовать пробежать. Спецкилл. Ага. О нет, дверь закрыта. Может не увидит. Блин, что же делать? Куда же идти-то? Многие двери закрыты. Ну тут практически рядом. Кафе Гэл. Привет, рад тебя видеть на трансляции. Приходи, присаживайся. Наслаждайся. О нет. О нет, она меня нашла. Бежим, бежим, бежим. Так, надо от нее куда-то убежать. Вот только куда бы убежать? Вот в чем вопрос. Многие двери закрыты. Ну попробуем сюда зайти. Если хотел. Уп. Твой. Так, ну это открыта дверь. Это радует. Единственное, что тут призрак. А у меня камера обычная. Не специальная. Против призраков. Сделаем снимок, чтобы заработать очков. Так, очки 1000. Жутковато, да? Хэфэгэл. Согласен. Ну это Fatal Frame 3. Третья часть. Мы, в принципе, прошли уже и первую, и вторую. Сейчас как бы уже недавно начали третью часть проходить. Игра самый топчик, можно так сказать. На ночь она в самый раз идет. Уж третья часть себе понравится. Тут такая жуткая гнетучая атмосфера. Так, ну, в общем, наслаждайся, друг. А я пока буду искать пути, выходы из этого кошмарного места. Точно надо, да, согласен. Так, 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 так. Что же нам делать? У нас нету камеры специальной. Чтоб можно было призраков уничтожать, если так можно выразиться. Давайте осмотримся, может что-то найдем. Ниши в официальной позе сидит японская кукла. Ха, подняла голову, надо же. Такая кукла уже нам поднимала голову, только другая. Что-то отражает свет. Так, ну, специальная пленка для камеры. Так, висит разного рода кимоно все выцвешие от времени. Так, а здесь что? Так, вроде бы похоже как лестница шкаф. Но ничего, вроде нету. Так, а здесь что интересно? Вот призрака вижу. Он над чем-то стоит, значит, он нам указывает что-то. О-о-ой. О-о-ой. Вот блин. Так, надо подлечиться. Так, будем еще начать. Вот. Девушки в кимоно забыли знакомые, большая, почти старая признанность. Смотрите наши старые фотоаппараты в ткани. Так, вот камера. Дюбная камера, возможно, например, у водителя от головы надежды. Забрать не светильный камень, не уберем тут кимоно. Так, давайте прочитаем. Потом почитаем. У нашел деталь для темной камеры. По очередному объективу нет. Так, замедление. Улучшение замедления. Замедляет духа. Нужно очков духа один. Вровень увеличивает длительность. Замедляет в центре духа некоторое время. Нужно одну очков духа. Включает клавиши в один. Время не замедляет духа и по нему легче попасть. Поставьте в ремонт. Менять шанс захвора и снимок смерти. Используйте против быстрых духов или предать тяжелую додательность захвора. Чем выше вашу руку, тем дольше эффект. Понятно. Ну вот так, вспомнил. Ха, камера практически не наворочена. Она даже не подготовлена. Чувствуйте. Зона. Максимальная цена. Если так можно выразить. Да, так. Что-то камера не работает. Да, то руки летают только так. Попробую вниз спуститься. Первый камера не работает Странно, вот почему на нее камера не действует Вроде бы я лучший Попробую проскочить Боба пишет, ну отлично, самое время развалиться на диване, наблюдать с производящим Да, самое время Самое время наблюдать, как моя камера не работает почему-то Каким-то странным образом Не действует Ну ладно, мы бежим от этого призрака, что с ним делать Если его не уничтожить Это какой-то тоже новый призрак Какой мне не попадался еще Странно, почему камера на него не действует Я вроде бы камеру улучшил Да, странно довольно-таки Так, здесь какая-то энергия Что-то я не могу сфоткать Довольно-таки странно Это прям уже загружено Попробуем это Ага На фотографии появилось нечто странное Похоже на совсем другое место Это место я знаю Так, ну я понял Надо теперь туда обратно вернуться И чтобы потом сюда попасть Любят нас гонять по этому особняку Как только можно Так, это закрытое место Уже хорошо Чем меньше комнат, тем лучше Меньше запутываться буду Так А вот здесь интересно что-нибудь есть А здесь тоже дверь Тоже закрыта Ну в общем я понял Определенная зона Где можно пока что ходить Так, ладно Фиг с этим призраком Он хочет фоткаться Как бы и не надо Лучше пойду во своясь Погуляю В безопасном месте Так А что же тут интересно Может быть Где тут я вроде смотрел Но я помню куда мне надо идти Примерно сейчас Вспомню Да, зачем же жутко тут Атмосфера гнетущая Так Ну сюда точно не пройти Кажется я догадываюсь Я кажется уже рядом У того места Куда мне надо попасть Кажется здесь было Да, сюда А нет Не сюда Ошибочка Друзья Довольно таки Не так уж и трудно Запутаться В таком обиде комнат Проходов Коридоров Достаточно огромный Особняк Ну я где-то рядом Я это точно помню Да, вот сейчас Кажется я правильно Идал Так, эта дверь была закрыта Так, это уже другой коридор Получается Ну тот же коридор Сейчас здесь осмотрюсь Да, все правильно Сюда Хорошо, что я посмотрел А то бы сейчас Бродю бы еще где-нибудь Не там где надо Здесь тоже призр Где-то есть Он где-то наблюдает Наверное за нами Сидит Ага, вон он сидит Ощесывает свои приятные Большие длинные кудри Ты все-таки вернулся Говорит призрак Давайте досменим пленку Для этого особого случая Раз я вернулся А, я просто Сжег еще один талисман Который удерживал дверь Так, поставлю пленку посильнее Папа вас Так, где ты? Я тебя не вижу Ой-ой-ой, кстати У тебя приятная мордочка Отлично, дождь и зайка появляется не поймешь Да, это спам, друзья, милости прошу банить Какой-то проездной документ, что-то непонятное Так, сейчас, одну секунду Так, все, я правоте выдал В общем, бань мошенника Блин, ну это, конечно, не серьезно, вот такие спамы кидать В чате Это тест-бот какой-то В общем, друзья Я там, кому надо, права выдал Разберитесь с ботом Это даже, по-моему, не живой человек, как я понял А я пока разберусь с призывком Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, разобрались Конечно, жалко этих призывков бывать, когда я их уничтожаю Все-таки они жертвы всего этого инцидента непонятного Кажется, забудшие души Зекла разбита и глупо, сколько я взрослым повсюду Ящик, кажется, закрыт Небольшой ответственность включен в засунку с украшением Так, понятно, в общем, здесь ничего нету Спасибо вам, ребята, кто забанил этого тест-бота Походу, рекламы, наверное, какие-то спамил Что-то про железные дороги, я так понял Правила езды в железных дорогах Он не по адресу, как говорится, попал в тест-бот Заметки Так, мы же один файл не прочитали Один файл, найти кости Сообщения не удаляются Да, ничего страшного В любом случае Дальше пролистается сообщение Когда, если вы будете что-то писать, например Не переживайте, друзья Главное, это мелочи Так Палькуев 3, вот это мы не прочитали Прошло больше половины месяца С того времени, как я вошел в этот особняк Снаружи идет снег Когда он растает, я уйду от куку Куоке И, наверное, больше никогда уже не смогу вернуться ХФГЛ пишет Да, не банилась и не удалялась Да, странно, конечно, когда так Какие-то боты попадают на стрим Тест-бот 0.1 Ну, это будет почетный первый тест-бот Или спамщик, который меня Начал спамить стрим Так что, друзья Отправились Со всеми почетами, как говорится В бан Первого бота Спамщика Так, в общем, читаем дальше Так, когда он растает Я уйду от кулокки Наверное, больше никогда уже не смогу вернуться Мужчины в поместье не нужны Если надо, я могу убежать Но если можно Я хотела бы забрать с собой Икилоку Это чувство меня держит тут Иногда верующие из соседних деревень Приходит сюда У них у всех спрятаны лица Они входят в храм Сегодня это верующая женщина У нее на руках ребенок И похоже, что она плачет Я также слышал колыбельную Интересно, похоже ли этот ритуал на похороны Интересно Первый бот повержен Да, с вашей помощью, друзья И это будет далеко не первый бот повержен Поверьте Но мы его запомнили Я лично запомню Как первого бота Который меня спамил Ну он прям жестко спамил Прям как тяжелая артиллерия Дама с гребнем Что-то обновилось Так, сейчас посмотрим Заметки И опл Пипл Женщина с гребнем Женщина, что прикрепила Свои расчесанные волосы К стене Ждала как будто Я ожидаю Сказала она Когда я поймал ее Обыск камеры обскура А эта камера Когда-то принадлежала мужчине Когда она ждет Возможно он оставил ее И карьеру здесь И отправился куда-либо В общем, друзья Мы узнаем много Разной информации Про разных духов Которые тут Пострадали от разных ситуаций При жизни Кто-то ждал своего возлюбленного Кто-то потерял свою любовь Кто-то вообще был зарыт В этот дом После его постройки Можно даже сказать Замурован Стены Так, в итоге Мы что-то открыли Какой-то талисман Если я не ошибаюсь Он в главном хобби Да Интересно Девки пляшут Так, здесь же вроде закрыто Ну, на всякий случай проверю Может заколка подойдет Бабочка нужна Значит не подходит Теперь надо найти дверь Где был талисман Так, секунду 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 Блин Нам даже как бы Не показали Какая-то дверь Там наверху Просто есть еще проходы Которые стоит посмотреть Если я их осмотрю Вдруг там дверь есть Так, здесь стена Так, вот здесь Может быть Вот эта верхняя дверь Открылась Так, здесь стоит проверить На всякий пожарный Блин, если в реальности Так лазить, конечно По таким старым Перестройкам То, блин Рухнуть можно Конкретный Само что-нибудь Поскольку здесь Старые перекрытия И если упадешь Отсюда, например С такой высоты Еще в дырявый пол То костиница берешь Фэгэл пишет Парень не парится Гоу всю развешенную Одежду из морока Да, он такой Вы пробивной парень Ну а что делать Когда призраки За тобой охотятся Это не только Гоу и одежду Как говорится Замараешь Ах, да Блин, я вот забыл Здесь нужен вообще Другой элемент Который открывать Тут и дверь Ну, по крайней мере Проверил Теперь я буду знать Что сюда не нужно идти Так Тогда мы проверим Другое место Да, вот оходить Под балком, конечно Рискованно Будет Будет, конечно, смешно Если я так буду ходить И Снизу будет призрак И если я подскользнусь Прямо на него упаду Призраку Призраку-то, конечно, ничего не будет Зато нам Пару костей, наверное, точно сломает Так, вроде бы Чисто Ничего такого нету Никаких паранормальных явлений Не вижу Слава богам А то сейчас вылезет Чего-нибудь призрак Так, в общем, ищем дверь Где мы открыли Ммм Как сказать Ну, где мы вот этот Сожгли талисман На какой-то двери он был А, я вспомнил Где, вспомнил Сейчас мы туда отправимся Я так примерно помню Где Примерно Надеюсь, мой JBS Навигатор меня не подведет Конечно, в реальности Было бы не тесно Так повозить по таким старым домам Что-то поизучать Посмотреть Уследовать Ну, в реальной жизни Я лично люблю такие вещи Так, эта дверь закрыта Значит, не сюда Сколько ждут всяких коридоров Так, это значит, тоже не сюда Откуда же я пришел? Сейчас бы вспомнить Откуда бы я пришел Нет, не сверху Там была дверь закрыта Здесь был просто проход Значит Значит, сверху был проход Если я, конечно, не ошибаюсь Так, это ли дверь была? Да, это Все, отлично Теперь я знаю, куда мне двигаться Сейчас самое главное Не потеряться Так, это Эта дверь, эта дверь Я примерно помню, где она была Кажется, вот здесь Здесь будет основной коридор И сейчас мы быстренько Попадем Куда, куда нам нужно Ага, часы Зазвонили 12 Прямо ровно 12 Эээ, там еще два пуза Так, это те самые плотники Так, все Д adapte Добавляю Тяжel Понимаете Ага Тяжел Добавляю Так так отлично разобрались это те самые плотники друзья которые были здесь похоронены после постройки этого особняка ну как сказать похоронены их буквально замуровали в землю землю как эти стены в итоге они теперь можно сказать как фундамент служит для этого здания с над и наф еще недостаточно говорит призрак что именно недостаточно и так и не понял так вот эта самая дверь всего которую держала дверь исчезла так это комната мы знакомы я тут уже был смеку опять какая-то бабка что-то пророчит непонятно куда лучше такого слышен конечно же почта лежит так пилюли из трав я кстати слегка слегка про прорекламировал твой стрим на канале бончи в конце спасибо тебе бубу за это те огромное спасибо до реклама конечно помешать моему каналу сколько людей обычно мало бывает как мало буба бывает они муша бывает сани кгн бывает кофер бывает еще кто бывает ну и бончи вам помоги нас бы вы себя не помню то лучшем раскладе да спасибо бубы те огромное вообще спасибо вам ребята вообще как бы в целом за то что как бы вы смотрите мои стримы как сказать в общем то что вам как бы нравится этот контент в дальнейшем конечно я буду развиваться ну в плане там не знаю каких-то мелких улучшений по крайней мере с этого начну компьютер там не относительно не мощный да я не разбираюсь особо в компьютерах но мне говорили что у меня компьютер как бы ниже среднего ну современные игры конечно тянет ну не в лучших настройках но обычно я как бы стремлю то что вот например на эмуляторах разного рода playstation игры там в игры нинтендо но пока только с playstation 2 начал и пока что с этой эпопеи fatal of rain так что друзья огромное вам всем спасибо и низким вам поклон закрыта закрыта как говорится колония для как не для вас сделать стримы так можно выразиться так вот здесь вроде бы оттуда мы пришли там одна дверь нижняя закрыта слою дастся пройти не удастся там что-то есть внутри не знаю как пройти так отсюда я кажется зашел этот это другой же проход буба пишет главное не современные игры последние качественные они были в 90-х и начале двухтысячных ну в этом случае буду я с тобой практически полностью согласен сейчас конечно тоже есть качественные игры но они больше делают аспект на графическую составляющую и на эффекты хотя не спорю как бы если хорошие сейчас игры но их как бы мало а тогда ты правильно подметил я как бы рассчитываю игры стримить на 90 и двухтысячные года вот такого как бы периода времени потому что такой контент как бы ну мало где встречается то сейчас стримит старого как бы образца игрушки кое-что на пол отражает свет так лента пронзает душу смахнув пыль я могу разобрать слова пронизавшие души возможно смогу просмотреть пленку на проекторе проекторе одна пленка у нас бывает уже новая так а могу я тут ким книжки посмотреть с ним может он чем-то найдет то что он может быть разбирать каких-то книжках книг на полках выцвели покрылись пылью среди всех старых томов один не запомнился на бошке было написано слово табу а книга табу смику мы не могли взять книжки на просто на прошлой трансляции но с ним мы смогли на что она разбирается в каком фолькоре и оккультизме книга табу татуированная жрица должно быть теряет связь с этим миром во время ритуал заповедей поэтому те кто входит в храм кузи должен закрывать свои лица масками выполнять церемонию без чувств мужчинам строго запрещено входить в храм кузи с открытыми лицами чтобы сердца жрец не были подвержены подтревожены так теперь мы знаем что нельзя как бы какой-то ритуал там они проводили добавить него табу свой файл книги на полке выцвели покрыть толстым своим пыли бумага превратилась в обрывки я не могу ничего прочитать так вот здесь интересно есть что-нибудь большинство книг на полке понять нельзя но несколько слов не удалось расшифровать шелушение окружающая плоть храм девы так но книжки нету до мишки нету книжки тут тоже нету в шкафу есть изображение традиции обычаев местного населения наверное эта церемония читается почитается местным богом но я точно не могу понять что происходит мы тоже не можем понять что тут происходит мы примерно понимаем но не полностью в углу полки стоит книга написанная более свежим чернилами чем остальные на не слова погребения не договорят гравина так граверы которые делают татуировки должны быть татуированы чтобы познать больше лица и должны быть слепыми чтобы видеть ее сны во время ритуалов духов они должны выбить себе глаза чтобы видеть сны даже бодруства и различать эмоции красного и голубого цвета время пронзания душе они должны пронзить себе руки и покрасить ощущая боль чтобы передать ее татуированным жрицам потом эти покрашенные руки режут и выбрасывают господи наш жуткий ритуал сначала глаза потом пробивают потом что-то отрезают жуткий ритуал и конечно происходит надо верить книгу погребения свой файл в этом большом шкафу много книг в некоторых из них у меня получилось разобрать кое-какие надписи кровь умершего пронзания души погребения как тут интересно что этом большим кого много старых книг в книгах много старинных надписей но все они размыты и сейчас их нельзя разобрать понятно и книги которые не поместили шкафу лежат сверху на полу в одной из книг изображен какой-то отшельник его тело покрыто татуировками на следующей странице этого отшельника уже пооглащать змея возможно в этой книге речь идет о мифах и местном фольклоре черт возьми откуда она взялась вага победил большинство книг но я нашел одну которую еще можно прочитать дырявая книга тэрявая книга боль татуированный жрица становится сном про обращать ее душу боль или привязанность к этому миру пронизала и покрош покрашена черную муку черный черный лами господин ну да пьет тут конечно тот же куклы потом песня служанки которую поют ему литвы говорят жрицы что бы то покоилась с миром это пронзание обязанность служанок добавили книгу пронзание свой файл пронзание зал привязывания ничего такого тоже нету поэтому назвали книгу дырявый вместо двигаем шкаф кажется я понял что если можно двигать шкаф как нижняя алтарь сиять свет сражаясь от красной книжной полки должно быть здесь какой-то освещенный объект так что-то написано 2 5 в том составлении написано чернилами пылающей души рядом с алтарем что-то плести ключ бабочка это нам нужный ключ друзья нам нужен вы можете по помощью откуда где исчезан мило но все успели убежать пока это по моему новое место здесь я не был так вижу призрака исчез не успел я его сфоткать как мигает тут обстановка блин до чего жутко а где-то призрак да ев а Да, Комба! Ух ты! Да, Комба! о господи какой жуткий призрак все вот эти колючки на ее руках выбитые глаза довольно жуткий призрак хотя кого мы только не встречали за всю серию fatal frame я конечно не знаю что меня ждет в следующих частях но в первую во второй мы достаточно наделись риф этой третьей части здесь какая-то одна дверь через нее ли я вышел получи из нее вышел теперь нам нужно посмотреть здесь что а вот что то есть что-то отражать о лента тип 90 это очень хорошая пленка нам ее в принципе очень редко давали он один раз только сейчас дали главный призрак пишет буба если ты об этом призраке то не думаю что это главный призрак я заметил тут какая-то смесь призраков из первых части и 2 это который падал и кричал подожди это какой был призрак если это во второй части был призрак который меня напугал я помню сильно во второй части когда я помню решил сфоткать мячик и прям мою камеру влетел этот призрак друзья это потом на если получится я посмотрю этот момент и вам потом скину и свою группу может вы уже этот смешный момент эта дверь плотно закрыта хочет что-то блокирует эту дверь изнутри я не дают ее открыть эта дверь плотно закрыта и похоже что блокирует я не могу зайти для чего же заходил лучше что-то ее блокирует я не могу зайти так осмотримся на жутком и мигать цвет каких-то вы их паранормальных ужастиках а ты про это да в общем про серию падающий призрак сам забавный был да это помню этого призрака как он падал и кричал и скажешь ты об этом призраке там была женщина помню в красном кимоно она падала в крича довольно жуткий призрак был так кажется во второй части было у меня тут за всю серию пока что только три четыре раза может испугались серьезно призраки это там резкие звуки буквально просто пугали так в итоге что мы получили мы получили ну как обычно очки за призраков ключ бабочки мы получили здесь было закрыто ну все я теперь понял куда идти конечно нас закрутили по разным комнатам коридором чтобы получить какую-то вещь нам сюда нужно идти так нет ни сюда здесь закрыто все-таки интерьер метал особняка очень нравится таком вроде бы гонитущий на в то же время довольно таки приятный коричневатый оттенок грязный не знаю чем-то вот мне нравится вот это как разработчики вот так уделили каждой мелочи детали этому особняку даже вот просмотреть можно с помощью камер вот настолько продырявленная ширма от дверцы дверцы как бы шкафа в общем очень нравится проделанная работа разработчиков этой игры даже наверно можно посмотреть часы как они тут проделаны ну да в общем основные черты как бы есть в общем некий колорит у игры довольно таки большой в целом где-то выходи сейчас сейчас а и он и и но и и и и Так, спрятался за стенку, сейчас мы его чуть выманем. Так, призр что-то просил, не знаю точно что. Мы что-то просили, туда нам не выбраться, так, теперь нужно идти, ну да, я помню, в то место где тут кавычки надо было применить, а вот и пленку посмотрим заодно. Сейчас сделаем просмотр фильма, или на пару это мы смотрели, пронзая души. Так, думаю вот так будет лучше посмотреть. Ага, ну там в общем тот призрак был показан, который нас атаковала без глазу женщины с острыми шипами на руках. Так, а здесь что-нибудь есть из книг, интересно. Книги на пауке кажутся такими старыми, я не могу прочитать ничего, что написано на них, но больше на столько книг кажется прошли, так это мы конечно смотрели. Так, значит нам нужно, а здесь он может что-нибудь интересное найти? На встроенном столе в пауке хаотично разбросаны старые книги и коробочки с пленкой. Ничего нового. Довольно таки ничего. Так, вот здесь кажется было. Ага, это соседний проход. Сейчас мы попробуем пройти туда. Ага, призрак девочки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ты вроде бы никуда не убежишь, сказала девочка, если не ошибаюсь. Вообще у нас 4-значная комба получилась, что немало радует. Растем. Так, сейчас кажется еду правильно. Да. Да, все правильно. Идем сюда наверх. Кстати, Буба, сколько зрителей в чатике? Не посмотришь, пожалуйста. Я-то вижу как бы, что вроде бы два человека, но это как бы не точная информация. Так. Четыре человека? Ну это здорово. Спасибо, что посмотрел. это радует, что четыре человека понемногу-понемногу растем. Так. Здесь у нас вроде бы ничего такого нету. Так. Так. Мы сейчас идем по-моему в правильном направлении с... Ой. Блин. Праздите, друзья. Задумался. Я думал это я иду в правильном направлении. Чуть-чуть ошибся. Буквально сюда нам нужно было идти. Я просто в ту дверь зашел обратно. Так. Опять ты заказывался. Куда же ты исчез? Оу. Оу. Блин, остается внезапно со стенки. Так. У меня один кадр остался. Убеждая. 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 Ой, спать его. О! И отмёт. Оттолкнулся. Так. У меня закончилась плёнка. Надо поставить другую. Зелёную. Оно будет помощное. Играет музыка Выдешь ты? Отправляйся. Я тебя не вижу. Ага, вот он. Да, это отлично. Я вернулся снова, чтобы такое говорить. Ты наконец пришел. Да, все, друзья, мы уже практически в цели. Мы идем за милу. Сейчас осталось открыть эту дверь ключиком бабочки. Бабочка, да, бабочку. Вы использовали ключ бабочки. Такие же бабочки бархали во второй части, я помню. О, это же комната со второй части. Блин, похоже этот особняк много себя сочетает. Губа пишет, эх, меня не покидает мысль, как бы это звучало, если бы призраков Кудаса озвучивали. Да, я представляю. Кудаса, если бы озвучивали, это было бы нечто. Положим, отлично то есть. Так, зеркало, отлично. Взял большие кувшины, стоят в один ряд. Сейчас в них пусто, но возможно раньше в них хранили воду и еду. Я, знаешь, как бы бы представил, если бы, например, Кудас бы озвучивал, ну это был бы такой рваный перевод и немножко, как бы это сказать, без интонации как бы озвучка была. Ну или с интонацией грубой. Как обычно Кудаса озвучивает. Но бывают неплохие переводы, конечно. Я нашел детали от темной камеры. Вы получили новые объективы. Давление. Давление линзы. Давление линзы. Улучшение давления линзы. Эффект от отбрасывания урона. Нужно очков духа 2. Уровень увеличивает урон. Этим можно отбрасывать духов. Нужно очков духа. Включать клавишу L1. Если у вас нет снимка смерти, можете использовать это для отбрасывания духов. Чем выше ваш уровень, тем больше урона вы наносите духу. Так, отлично. Новое нововведение мы получили. До чего приятно видеть знакомые места. Там, кажется, что-то говорит Мило. Together again. Будем снова вместе. Я что-то обещала. Что-то такое говорит Мило. Так, я туда отходить не буду сначала. Я пройдусь тут. Мне просто интересно, что тут будет. Просто вдруг там закончится эта глава. Я тут не посмотрю, что тут интересного есть. А, ну там головоломка идет. Наверняка закрыта. Я уже помню просто это место со второй части. Так, ну давайте посмотрим, кто там болтает Милу или Майю. Надо же Милу со второй части. В общем, все знакомые персонажи. А, вот мы снова проснулись. Посреди ночи проснулись почему-то. Что-то шумит. Кажется, радио. Сейчас посмотрим. Ну это, конечно, не радио. Так, нет. Это нам не нужно. А что шумит-то я не пойму. Моя одежда же проснула по всему помещению. Так, это не здесь. Буба пишет. Здесь, по-моему, оно даже немного красивее прорисовано. Это как в резиденте. Похожие комнаты и часть в часть были раньше. Да, немножко лучше прорисовано. Ну, во второй части, в принципе, графика такая же, как в этой, только здесь. Ну, конечно же, чуть-чуть улучшена. Мелкие детали там добавлены. Более лучше прорисованы. Так, чтобы было бы ты правильно подметил. Это ты верно подметил. Ну и приятно, как бы, радует глаз, когда такие детализированные локации и угол камеры, как в резиденте. А, я, кажется, догадываюсь, что там шуршит. В шкафу что-то шуршит. Прям финзонок напомнило. Звук прекратился. Я тут что-то слышала. Похоже, что это доноси из-под крыши. Ага. Крыша. Ну, до чего же жутко. Блин, ты что, шуршит на крыше? Ой, Рэй, я бы не советовал тебе туда лезть. Сейчас какая-нибудь ползучая гадость тебя схватит и все. Заберет свои объятия. Эх. 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 Там какая-то коробка вроде лежит. Блин. Там что-то шуршит, кроме коробки. Ну, как сказать, там какой-то еще звук есть. А ты сменялся. Эх. Ничего себе. Ааа. Ух. 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 Ничего себе. Ух. Ну, прям реально фильм Звонок напомнил. или проклятие точно прям проклятие хвоу щель по другому просто не выскажешься так это что тоже спамбул что ли получается татуировка все больше становится каждой ночью как мертвая метка какая-то сон это сон был оказывается буба пишет вокруг все так чистое придан при обидел ну да у японцы они чисто любил люди их обычно всегда все красиво аккуратно расставлено смотря это от характер тоже людей хотят на том этом какого чердаке по-моему да довольно таки чисто было буба еще пишет много снов это здорово сон внутри сна точно у меня кстати тоже было когда так я например сплю мне кажется например что я сплю во сне и во как бы тоже сплю так необычно было честно сказать довольно таки это как сказать даже не то чтобы необычно непонятно даже хотя также все осознаешь когда спишь да но нам дали наводку что в той комнате что-то есть в этом сне ну прям фильм проклятие напомнил первую часть но такое редко бывает у всех наверное у меня тоже редко бывало но у меня было в жизни наверное один может быть два раза обычно мне помню снились по детству сны когда я падаю с какой-то высоты летаю не знаю над каким-то айсбергами такой что-то тоже было я помню детстве но и в юношестве тоже так на книжных полков стоят книги из коллекции его по фольклору философии антропологии потолки туалета они почему-то называют шкаф туалетом я вот этого не только не понять не могу но пусть будет туалет потолки туалет есть чулан я могу забраться туда если это двинуто скоба потолки человеческий мозг удивительная штука пишет буба на согласен блин до чего здесь жуткий такой глухой блин и все-таки вот так мало они молодцы они очень как сказать ответственно подошли к игре посмотреть как атмосферно смотрится этот чердак конечно пылинки нету не спорю но блин ну на как он прям буквально я чувствую сами поджилками каждую мелочь вот этом прям чувствует слева с того с той дырочки кого-то кто-то сейчас точно выделить шикарно проработали не игру тем более допустим 2 буба сон во сне один раз был вроде за всю жизнь пишет фг ну у кого как по-разному они два может больше ну да я жгу как по-разному так на путь что-то лежит радио камня духа похоже старая радио это то радио которое мне снилось то радио интересно что здесь делает это радио может какой-то особенный здесь есть книга которая кажется в радио радио передачи буба пишет мне как-то снилось будто я переключаю сны как просто на телевизор здорово было на и представляю очень конечно узнаешь мне например последний сон которыми снился я вот например помню как я сплю в кровати и как будто мне например снится что я вот я например мне как будто я снится что я посмотри посреди ночи проснулся но в то же время я как бы не проснулся ну как объяснить вот я сплю я знаю что я проснулся уже как бы вставать надо хотя ночь потом стою и какие-то ну как сказать непонятные телодвижения что ли ну я же ощущаю например как я хожу но я хожу как-то не так во сне хотя сон был очень реальный потом я конечно проснулся с таким удивлением думал вот это да такое тоже бывает думаю сон во сне но за всю жизнь раза четыре было так то что у нас радиопередачи как говорилось раньше оккультистку нехилла асус вовсе использовал западные умения с целях объяснения старинных японских верований и легенд про другой мир говорят что он смог установить связь с другим миром первый пример таких устройств кристалл радиопериемным другого мира известны как радио камня душ название камень душ было в пользе придумано его коллегами сам доктор асу в записках обычно звать его просто кристаллом принцип действия радиокристалла в том что оно способно благодаря кристаллу улавливать волны специфической длины асу интересовал факт что кристаллы часто нужны для оккультистных ритуалов если найти соответствующие кристаллы тогда возможно будет и получение сигналов с другого мира эксперимент удался ему удалось принять звук на волне за пределами обычного диапазона передач документацию о том звуки выделены но сотрудники асу утверждали что они услышали слова прошлого и слова духа интересно было бы круто конечно послушать такое радио всем вообще существует да и призраков добавили радио связь другим миром свой файл был пишет да бывает даже в некоторых некоторой степени люди больше счет во сне есть другие неприятные ощущения да и не только сбывать даже ощущение бывать какие-то и картины явления там не знаю ну сон такая вещь бывает детство снится бывает что ты не знаю летаешь на дома у меня был такой сон действий когда помню летал над своим высокоэтажным домом так это было необычно так реально как будто бывали реальная птица ты как чувствуешь себя как орел летающим над чем-то над горами довольно приятным ощущения космос снился он довольно знаешь насмотришься ночью всяких фильмов потом снится всякое как говорится старое радио у них и глазу его пишет поэтому как я и сказал человеческая мозг удивительная штука да человеческая мозг вообще конечно штука странная во многих смыслах этого слова и кстати чем эта часть похоже на самих 4 действий в картине с нами на тоже кстати замечу похоже на сами его 4 очень даже похоже кстати говоря одно время я играл на playstation 2 приставки ну давно это было и сами хил 4 проходил русскую версию пиратскую но он у меня короче замкнул там где-то на каком-то месте я точно не помню я думаю если я даже буду стримить то как бы блин не знаем будет ли он вообще как бы идти но не глючить там просто в одном месте он как бы тупо завис и все надеюсь конечно то есть конечно компьютерная версия можно ее попробовать вот там как это видно будет начало надо добраться до этой части тот мой вчерашний сон кстати нам дали радио но как этот как во второй части был такой же можно было прослушивать разные кристаллы и слушать разного рода мысли или слова от духов а ты пока версию возьми перевод правильно там один заставляет зависнуть игру на блокнот на блокноте ну я посмотрю это конечно достанет его нам еще как говорится путь и путь когда китая но как дойдем там уже посмотрим какую версию выбрать друзья вы это слышите что-то как будто шуршит не знаю в комнате или здесь похоже же призраки до этого дома добрались и выходит из этих снов блин интересно ли тут могут быть призраки это нагнетающая атмосфера чувствую обычно не было как бы тишина была я еще могу в предложениях и отзывах посоветовать пару атмосферных проектов для стрима да был бы предлагай конечно вконтакте там посмотри ну предложи какие-нибудь я с удовольствием я их запишу блокнот у меня лежит тут блокнот над компьютером на полкой на полке я записываю обычно какие проекты проходить в общем ты предлагаю да я как бы запишу потом в дальнейшем будем проходить в любом случае я постараюсь максимально все игры охватить которые есть на разных приставках или эмуляторах ну или на компьютерах какие вообще возможно будет поиграть конечно же по техническим там соображениям и еще чем-то так что предлагаю я только за так вот на что но есть нас прихожая я на сушу здесь что-то не то так в ванной никого нету а так так я кого-то слышу так вот кошка спит но это явно не нашумит есть эксклюзивный хоррор бот бот пайн на пока очень страшный атмосферный обязательно продолжу предложи предложить google я с удовольствием любой хоррор пройду постепенно конечно же мы сначала пройдем серию fatal crime а потом посмотрим что дальше будем проходить любом случае все предложенные варианты я так буду проходить только через какое-то конечно время поочередности для девали вещей в шкафу есть стаби бобина с пленкой я не помню что видео это раньше но мог быть о пленка из того ни сего лента никто я посмотрю на этикетку там но там пусто где смогли воспрести это на проекторе я немного коробок которых полно старых книг и юв которыми еще никто не прикасался на спасибо на подход хороший правильным потому что надо охватывать все игры как бы каждая игра требуется его внимание о смотри друзья вот это пятно слева сверху стены я на прошлой трансляции вы заметил но она была маленьким небольшим а тут она как будто растеклось вот это вот пятно и смотрите на что мы похожи на как будто вот это глаз в середине какое-то выражение лица значит это какая-то метка вызовки значит отдают какой-то след в этом доме блин да чужая жуткая музыка в этом месте мы храним чистые вещи другие инструменты так вот здесь погребами татами стоит ее погибшего возлюбленного там вроде бы ничего такого нету прям напомню фильм парфлятия звонок так похоже это конечно все в атмосфере сейчас нет ни одной пленки для проявки то рынке нет так здесь значит ничего нету тоже такое тут шумит японию любят этот фильм и миф ист и старшуки на эту тему ну японии да они как бы на этом как сказать надо в принципе на этом сильно как бы не тоже бы помешаны но достаточно сильно любят такую тематику японского мистицизма если так можно выразиться здесь быть тоже ничего нету так я посмотрю если но я пони девочки очень пугливые сами по себе там чуть-чуть шорох и все как бы они сразу пугаются то на стоит телевизор магнитофон кассеты напоминаю то время когда был магнитофон кассеты так что же за шума тут сверху ничего нету крыша с окном да вроде бы ничего телевизор хороший philips наверное наверное похож кстати по дизайну но обычно как берут для каких-то там игр или фильмов какие-то похожие по виду телевизор дизайну чуть-чуть изменяют марку убирают и все и по philips о мику луку заст на столом что-то делает рей мику а не можешь ли ты исследовать эти фотографии рей спасибо поняла я дам тебе знать если что нибудь найду говорит мику как и авто в общем жаль что бренды нельзя в играх просто так использовать ну да опять таки реклама на ящике комода сидит японская кукла в красном жалко конечно было бы здорово но хотя бывают и палец и бренды даже куку кола там пепси я помню рекламу пепси в терминаторе 3 когда там разрушалась большой здание с помощью крана это популярная реклама была на 2003 год настолько мощно смотрелось хотя много было разной рекламы я помню была реклама надирал там было много разных версий но была откровенная реклама надирал кажется я не знаю я не помню точно может быть это играет моё воображение или память но была реклама где в общем девушка употреблять дирал а потом идет по улице и может как гаушом не знаю была ли такая реклама или нет не помню конечно но по-моему и не показывали на телевидении я по-моему не случайно увидел то ли в интернете то ли какой-то передачи на телевизоре так а могу я там посмотреть но пишет кино же все показано только не акцентрировано внимание вот в играх здорово было бы но тут же можешь смотреть смотреть остановиться это да это верно так много новых заметок зал сажание на куб комната с красными куколами прибытыми к стенам с пятнами согласно древней книге оставлены в доме пребывание кукол в стене нужен для успокоения того что находится глубоко внутри особняка церемония называется сажание на кого выполняется девочками сужанкой а вот что это будет за девочка призрак забивала там коле и по у них и нас у ученый-оккультист который жил во второй половине 19 века его работа мистическая наука пыталась использовать современные технологии западали объяснения старых японских верований в другом мире первый его эксперимент что принес плоды был на радиокамень духа он использовал радиотехнологии кристаллов способные регистрировать серых естественные звуки которые обычно не слышны продукты его исследований камера обскура радиокамень духа и проектор были актуальны среди энтузиастов после его смерти и их вскоре искали по всему миру в итоге они попали дилетантам всяким которые выставляли как аукцион ну тут был такой файл в общем я вот час только сейчас упоминаю поэтому многие как бы артефакты такого вида потерялись старое радио старое радио на чердаке над комнатой и согласно старой книги оставлены там же это радиокристаллы сделаны профессором кухи нику асу для обмещения с другим миром воздействие со спицок кристаллам позволяет слышать совоку сказанный пошел в голоса приведения асу может ли быть какая-то связь с семью и новых призраков чуть не открыли дама проектор проекторный зал женщина которая потеряла любовника когда пас опоздала на встречу с ним в кино на уж интересны только два открыли так давайте это уснем почему-то мы не нашли никаких призраков час шестой жертвенный столб итак у нас начинаем начинается 6 глава жертвенный столб давайте посмотрим что у нас тут есть на алтаре горит цвет там где был поставлен миниатюрный храм тесно вроде бы ничего такого нету что могли бы дать так а там еще дверь была она открывается интересно так дверь закрыта другой стороны кажется ой ты и ее погибший возлюбленный так он показывает туда идти на фотографии видно из брони чего-то странного так я сохранюсь на всякий пожарный на Чёрт, чего-то недостаточно, говорит призрак. Что именно недостаточно, а что оно имеет в виду? Непонятное бульканье. Особ дерева завернуты в ткани, был привязан священной верёвкой. Дерево в центре внутренней. Вот что похоже на какое-то проклятие, было написано мелким шрифтом по всей ткани. Салон у неё куклы насажены на бамбуковые колья. Какое-то вот дерево похоже в том их на ветру. Вот такой недостаточно, сказал стоявший здесь мужчина. Чего недостаточно? Вот я тоже думаю, чего там недостаточно? Что-то они болтают. Что-то шептается. Верёвка украшена бумажными гирляндами, оттянута вокруг большого дерева. На верёвке есть деревянные дошечки в форме человека. Так, ну давайте сюда зайдём, наверное. Ого, кровавые следы. Даже они ведут. О, священник. И строитель поздно. Пожалуйста, помоги, говорит призрак. Что-то отражает свет снаружи, водоём и кровь за сундуком. Лента жертвенной опорой. Этикетка пропитана кровью. Я могу разобрать лишь свою искусственную колонну. Возможно, она поможет мне с проектором. Скорым привет, рад тебя видеть на моём канале. Ну я думаю, ты уже у дивана, так что наслаждайся стримом. Приятного тебе просмотра. Так, на чемодане лежат коробки и маски Ноу. Похоже, это маска Масуками, длинного волоса и девы. Так, а что же ещё интересного тут есть? Ну я это-то всё осматриваю, но бывает. Так, интересно. Это на платформе PlayStation 2 игра. Сейчас, скоро. PlayStation 2 приставка. В общем, пока что на платформе PlayStation 2 стримлях серию Fatal Frame игр. Их довольно-таки 5 частей. Последняя вышла, кажется, в 2012 году. Но она уже идёт, по-моему, на V эмулятор. Графонки что-то больно хорош для PlayStation 2. Ну, и тогда игры умели делать хорошие, так если сказать. Хотя сейчас тоже неплохие делают. Так, здесь что-то оборвалось. Но я, честно говоря, когда сам запустил эту игру на PlayStation 2 приставки самой, то сам сильно удивился. У нас только хорошая графика здесь. Здесь даже много всего детализировано. Даже как полотно двигается от головы главного персонажа. Вот если видишь. Так. Да, был бы согласен. Работа художника сильная вещь. И решает многие аспекты. Как бы картинка, то что мы смотрим, видим. Может быть и поэтому многие игры сейчас специфируют, как бы, делают аспект на внешние составляющие игры. Дверь накрепка закрыта. Ну, художники молодцы, конечно. Они постарались на полную капушку, можно сказать. Все прям очертания, все хорошо детализировали. Так. В общем, здесь у нас был призрак, но сейчас его вроде нету. Хотя какой-то звук слышен. Я вот, например, четвертую часть Fatal Frame как бы тоже не играл. Я помню, ее попробовал установить, но так и не прошел. Опа. Да, пока где он тут привык-то. Наверие вижу. Теперь, здесь у нас меняется забор, но вижу, что на другой стороне. На другой стороне забор есть такой же место. Она закрыта какой-то силой. Google пишет, помню озвучку первого резидента на Соньке. Барри говорит, что это после металлогой паузы. Отключает кровь. С такой интонацией начало игры. Да, я помню эту фразу. Сейчас я даже повторю ее. Так, видишь, что есть. Чье-то лицо, на фотографии видно изображение чего-то странного. Чья-то морда была на фотографии, довольно-таки счастливая. Может, призрака. Но опять-таки, чей-то фантом. Да, я помню, когда Барри в первой части говорил, это что? Это кровь. Главное, переводили так они еще смешно вообще. Сейчас вспоминаю, блин, столько ржал с этого перевода. Даже сейчас вспомню, как там он еще говорил. Так, дверь накрепка закрыта. Но эта дверь тоже закрыта. Он еще так, знаешь, как Буба говорил, как будто у него нос был заложен. Пойду обследую следующую комнату. Что-то такое в этом духе я помню. Вот так он говорил там. Блин, надо когда буду проходить первый резидент вот этот на Соньке, который оригинальный. Поржу как-нибудь. Вот именно с этим переводом, который я играл. Хотя, по-моему, там два вида русской озвучки есть. Один многословный, один одноголосовой. Хотя мне, по-моему, даже три, может быть, вида. Один многолосовой был, по-моему, у меня. Даже уже не помню. Этих переводов столько повыходило. А, вот что за призрак. Вот я вижу призрака. Так, все, призрак успокоился. Губа пишет, вот жаль, что сейчас пиратский перевод вымер. Есть только любительский, но качественный. Да, согласен с тобой, Губа. Но знаешь, как бы ничто не отменяет, например, тот факт, что кто-то или какая-то студия может просто ради прикола или для эксперимента сделать такую студию, где могут переводить как пираты. Там тот же прикольный перевод. В любом случае, может найдутся какие-то ребята, которые этим будут заниматься. Было бы прикольно, я бы, например, поддержал бы, если такие прикольные переводы выходили специальные. А так да, я вспоминаю эти переводы, сколько ржать. Ржал, помню об этих переводах. Хотя, честно говоря, ржал-то я уже потом, когда мне было лет семнадцать. Нет, даже позже, лет девятнадцать. А так, лет в четырнадцать меня как бы этот перевод серьезно воспринимался. Ну, судя и как бы из обстановки в игре. Что какие-то зомби там, то какие-то вирусы. Ну да, до сих пор вспоминаю. Потому что ностальгия. Не знаю, слышал ли ты перевод ремейка первого резика или нулевого на ПК. Хорошо, ребята, перевели, молодцы. Перевод. Ну, перевод, я, знаешь, как сказать. Так, здесь, по-моему, тоже нельзя ничего открыть. Здесь, по-моему, тоже. Ну, вот видите, нам приходится проверять комнаты в поисках ответов в этом особняке. А так, не знаю, я помню, вскачивал просто перевод, ну, текстовый, и устанавливал его в ремейк. Ну, HD-ремастер, переиздание. И он, в принципе, годный был. Вполне такой приятный, приятно было его читать. А звучащий перевод, если ты говоришь об озвучке, то я как бы не знаю, есть ли вообще такой. Они там озвучили хорошо у всех свои голоса. А, голосовой перевод. Нет, такой был бы я не слышал. Ни один перевод не слышал голосовой для ремейка или для ремастера. Ну, надо будет потом попробовать, когда будем стримить ремастер или ремейк, например, даже. В принципе, ремастер там графически только отличается и парочкой других режимов в игре. или каких-то других измененных бомбах. Так, ну-ка посмотрим тут. Двина такая, она крепко закрыта. Если вышел спустя месяц-два, просто у нас на родне любят резики оригинальные. Ага. Ну, знаешь, тут дело вкуса. Если резик кому-то нравится оригинальный, в принципе, его право. Мне, например, резик нравится и в оригинале, как бы, и переведенный. Так, а ну-ка попробуем отсюда зайти. Или нет, отсюда мы пришли. Надеюсь, была комната. А так, конечно, каждому свое. Кто-то любит с переводом, кто-то без. Мне, например, понравилась в пятой части озвучка Resident Evil. Особенно, кого озвучивал тот, кто Крис озвучивал. Мне очень понравился этот перевод. Такой приятный голос был. Довольно-таки. Так, ну да, пишет. Как, кстати, есть любительская озвучка Санни Хилла, Хомик Куминга. Ибо наш народ тоже любит делать фанаты все. Ну да, опять-таки, фанаты в основном занимаются этим. Get back! Stay away! Get back! Stay away! Входи. Входи прочь, что-то заговорил. Призрак, что-то такое. Ага, вот. Еще один кровавый след. Ну, фанаты молодцы, честно сказать. Они реально молодцы, потому что они, как бы, занимаются тем, то, что им нравится. И мы как бы... Так, кто-то стонет за дверью. Эта дверь плотно закрыта. Похоже, что кто-то придерживает ее с противоположной стороны. Кровавые следы на пол продолжают уходить под двери. Так, кому-то там, видимо, плохо. Какому-то призраку. Так что фанаты в этом случае молодцы. Они, как бы, делают ту работу, которую, например, мы бы не делали. Банально из-за времени, из-за чего-то еще. Так, куда-то там призрак шагает. Это верхняя часть коридора, по-моему, была. Була пишет, но я тоже купил один из диск резика 5, и там на второй озвучке прилагалась озвучка. И да, я играл с ней. Крис хорошо озвучен был, но и Вескер пойдет. Вескер, да, довольно-таки тоже харизматично был озвучен, в принципе. Да там, в принципе, все персонажи были прекрасно озвучены. Мне, в принципе, понравилось. Как бы, работа сделана на ура. Какая-то твердая десятка из десяти. Так, стоит здесь осмотреться. Жалко, конечно, что шестую часть не перевели Revelations. Ну, на озвучивающую, как бы, озвучку. Ну, в принципе, главное, что титры завезли, и это уже хорошо. О, я вижу призрака. Призрак, призрак, призрак. Вон, кажется, показы с детьми могут быть. Хотя... Может и нет. Хотя призраки всегда подсказки нам дают какие-то. Ну, вот, пираты, они озвучивали, и в плане фана куча фанатов. Ну, пираты это forever другую. Они-то, блин, первые открыватели, можно сказать, из озвучки. А здесь у нас колодец, в котором ничего нету. Здесь кто-то, кажется, говорит что-то, я слышу. Если вы слышите, друзья, там какой-то голос... Не знаю, похоже, призрак опять. Похоже, колодец пересох. А, это вот здесь кто-то говорит. Это моя вина, и я не вынесу быть проклятым. Это лучший выход. Сейчас, наверное, просто и сложнее с этим делом. Более серьезное все вокруг, в плане интернета и прочих, вот и как-то пошутовое время. Ну да, в принципе, я тоже согласен с этим. Так что был бы тоже прав, можно сказать, в этом. Так, это моя вина, я не вынесу что-то, что-то. Я могу разобраться из старого соединения на стройке. Я пытался подвинуть его, но он замурован. Там может быть что-то внутри. Ага, вот кровавый след. Это какой-то другой. Это какой-то другой. Ум. Ум. Еще один тарисман куда-то сожгли. Старая книга была остальна там, где был призрак. Книга Мария 2 Книга Мария 2. Во время строительства или ремонта храма и перевала, все плотники из семейства Мария, кроме их лидера, должны быть готовы остаться и никогда не возвращаться. Кроме того, кто окажется лучшим в их ремесле, все плотники должны выполнить дурк и защитить тайны храма после погребения среди жертвенных столбов. Оставшийся плотник в море должен стать рабом и убедиться в том, что ремесло передается к следующим поколениям. Вот почему они были замурованы. Люди-колонны. Люди в белом. Эта стена уже была такая в крови, но до этого не было видно. Так, новая информация появилась в плане заметок. Человеческие колонны. Новые. Старые книги, оставленные человеком, чьё тело было синем от татуировки, есть учение о создании замка. Согласно учению, другие люди в белых рясах все были... Причем, обрывается текст. People. Человек в белом. Люди, появившиеся в темном коридоре, носили старые белые робы, высокие шляпы. Они бежали, потерявшиеся в кровавом доме. Перед ними был татуированный человек, в таком же робе, стоящий в море крови. Люди в белом татуированы человека. Человек, что прятал лицо топор в его руке. Что их объединяет в замке? Почему их так убили? Скрытие каких-то тайн. Ну, по всему. Так, вот этот шкаф тоже можно было бы подвинуть, но мы не можем. Это, наверное, с другим персонажем, с мужским, можно будет подвинуть. Это моя вина, я не вынесу быть прокуратым, то лучше выход так. Что-то повторяется тут. Анимуша пишет 4 Fatal Frame следующий. Да, Анимуша следующий будет 4 Fatal Frame. Правда, я не знаю там какой сюжет будет, я ее вообще не играл фактически. Если хоть я немножко помню, что было. Немножко. Так, куда бы пойти, сколько проходов. Давайте пойдем наверх. Так, в шкафах ничего нету, потому что Рэй никуда не смотрит. Обычно она как бы смотрит куда-то, головой как бы поворачивая. Я знаю сюжет на ютубе один, чего проходил, переводил, ТВС все. Тем интереснее будет уже гранат, граната как бонщи, закрытые окна, кидай, что с ней сможешь. Да, точно. Ну то, что кинул тогда гранату бонщи, это было что-то, честно сказать. Да, я сегодня еще один, кстати, запил кусочек в его группе. Если хотите, потом гляньте. Да, здесь вроде бы никого нет. Конечно, вот так ходить опасно. Вот такой черепица. Она может посыпаться. Тем более еще такое старое здание. Я когда этот момент смотрю, уже заранее подозрел, что так и произойдет. Я еще надеюсь, что он Луиса подстрелит. Бонщи оказался более подготовленным. Но не был подготовлен к тому, чтобы кинуть гранату в окно, куда нужно. Но там чисто случайно, что он как бы не думал, что об деревяшку стукнется. Капец, она производится всякое бывает. О, это пидрок. Ого. 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 Он всегда выходит потом из этой ситуации с, как говорится, шиком. Как, например, ситуация с гранатометом, если ты помнишь. Так что, если надо, Бонич задать жару. В нужный момент. А так, Бонич молодец, конечно, он хорошо проходит. Четвертый резидент. Видать, сноровка уже ему позволяет. От прошлых частей. Так, здесь, в общем, ничего такого тоже не было удающегося. Да, за это мы любим Хорби с Боннивором. Это точно. Они бесценны. Чего только стоил Форбиден Сирен с ним. О-о-о-о! Я ведь так и познакомился со стримами Боннивора. Посмотрел первый стрим по Форбиден Сирен, и все, там Боннис Васи. Сколько я угорал, я помню. Жизни столько не угорал, наверное, как за эти 23 стрима, кажется. Один из самых популярных выражений. А эти выражения проводим к досках. И... Я уже подключился к сети. Вот эти, по-моему, пиратские выражения. Это вообще было что-то. Я не знаю, что ты не угорал. Я слишком поздно. Японский шахтер. Да, неужели я помню. Японский шахтер, которому мне дали пенсию. Бегал там, я помню. Да, это второй стрим, кажется, был. Он, по-моему, два часа поиграл тогда, этот стрим. Два с лишним часа проходил с одним шахтером. Ну, он никак не мог этих... Как они назывались? Шибиду или Шибито? Как-то они назывались, эти монстры, которым он сражался. С кочергами, покерами. Ой, сколько я помню смеялся. Это вообще было что-то. Да уж, целый стрим про миссию японским шахтерам. Я тоже примерно в то время понял, что это крутой стример. Что-то он делает. Лида. Да, я помню. А этот профессор. Так, здесь вроде бы тоже ничего нету. А этот, я помню, профессор, который... Слава мне. Ой, блин, сколько я угорал. Как он его подстрелил, я помню. И потом, как он сказал, типа... Откуда, говорит, на улицах Токио снайпер? После этого я, конечно, взорвался от смеха. Да, Бонич, конечно, зажечь он может. Блин, я же сейчас вспоминаю эти стримы. Сколько я угорал. Ооо, это было что-то. Сколько позитива он мне дал этим стримами. Профессор словами, а профессор тут не простой оказался. Да, профессор тут еще. С пушкой ходил. Не помню. Так, ну в итоге, друзья, мы тут не реки, зацепки пока не нашли. Слышим какие-то голоса. О, дверь открыта. Она была закрыта. Где-то соседняя ширма. А, вот здесь что-то есть. Что-то зажато между раздвижных дверей, и они могут заставить их раздвинуться. Похоже, звуки радио исходят с другой стороны, между раздвижных дверей. А, вот здесь что-то блестит. Так, пик паленком. На крышке старого японского сундука стоят две коробочки с тенилами. Клак и внешность старой коробки шелушица цвета со своим публиком. Это старый японский сундук. В нем лежат старые полотенца и ткани, в общем, ничего интересного. Анимуша пишет. Жаль, хоум комминг, ты не видел. Тут пульт от гаража. И еще БСП, БСП, БСПшка. Пришлись, не пришли мне с СМС-очку. Ну, я все стримы, конечно, не смотрю в Анимура, но будет возможность, посмотрю еще какие-нибудь старые стримы. Да, здесь что-то есть. Вот что же тут есть. Интересно, интересно. Где-то здесь призрак, я вот не могу понять, где он. За этими дверями, наверное. Ну-ка. Что-то зажато между раздвинуем дверей. Я не могу заставить их раздвинуться. Похоже, звуки радио исходят с другой стороны раздвинуем дверей. А, вот источник, нашли. А, вот источник нашли. А в итоге видно, что за беженом что-то странное было. Ага, руки прекратились. Так, это, по-моему, та женщина, которая исчезла в больнице, когда спала. И тоже с ней есть такие сны, как вот Рэй Курасави. В итоге ее поглотили татуировки, и в итоге она, как бы, исчезла, можно сказать, с кровати. Еще забавно, Бонич некоторые загадки решает тоже угарное дело. А, Бонич в плане загадок вообще красава. Сколько помню, смотрю, блин, ну, в этом плане, конечно, оригинальный. Бонич тогда интернет плохо работал, и он не знал запуститься или стрим, и ждал эбсэпэс, эсэмэс. Ага. Тогда понятно, не вижу. Ну, насколько я смотрел на канале Бонич всякие там стримы его. Там, по-моему, с 2013-го, что-ли, стримы. Так. Так, призракам его делали. Да, весь дом кишит этими призраками. Ещё один право наслед. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Там Ф 스타일 официанной. Так, 1954-х. Ух ты. Ух ты. — Уthink. — Ух ты. — Так, ещё один талисман сожгли. Старая книга была ставлена там, где был призрак Книга Мария 4 Значит, нужно еще двоих найти Скорн пишет Как раз я хотел Сирену посмотреть целиком А то видел только классное начало И какой-то совсем уж психологический финал Посмотри, Скорн, посмотри В принципе, игра-то хорошая Но она такая так скомкана По сюжету Ну, сюжет там есть Так, Храм-Ущелье вынуждает жрицу Вечно скитаться, а столбы Нужны для того, чтобы проткнуть ее к конечности Молясь о ее покоении в мире Если жрица не будет знать покоя Надо построить Храм Сна и молиться за ее спокойствие Храм Сна закрыт И пребывает в деревне Чтобы не дать жрицу удрать И рассылает сон повсюду Чтобы ущелье не расширялось Надо убедиться, что оно находится внизу И помолиться за ее вечный сон Куда вы в книгу Мария 4 Так, значит, нужно еще двоих найти По-моему, священников Так, вниз закрыта Зубчатая стрелка Так, вниз точно не открыть Повозь по станции с кувшинами Там темно, я не вижу ничего внутри О, смотрите, я вижу тут На стене какое-то выделение призрака Какое оно жуткое Прямо как отпечаток какой-то Балдеть Настолько жуткое Так, ну отсюда мы пришли, кажется Так, сейчас укажет цвет этой травы Для восстановления здоровья Так, а здесь что интересное есть? Ага Так, не успею я сфоткать Нам явно показали знак Берь заперта Колокольчик А, вот и ключ, кстати Колокольчик Кто-то смеется интересно О, это новая комната Блин, не успел сфоткать-то как надо Рызок исчез Так, это новая комната, друзья Тут мы не были На стене висит сооминные пащи и ботинки А еще некоторые другие, похожие Ходные присвособления А, это обычно Ну, кто надевает Там, в рис, когда выходит в поле Сажать В общем Ну, вы поняли, о чем я говорю Вот эти всякие папахи Такие, как соомины В общем, рабочие костяне Так, а это у нас тут что? Свет горит на письменном столе Где находится свиток Со старинным написями на нем Это какие-то данные В которых указано именно и часо Камень находится на вершине свитка Как держатель бумаги А, вот этот предмет-то Камни вырезаны Три горизонтальной линии Размером с мою ладонь Которая означает три Я нашел деталь для темной камеры Вы получили новый объектив Взрыв Взрыв линзы Так Уровень замедления Нужно очков духа 2 Уровень завеличивает урон Этим вы наносите больше урона Чем обычным снимком Нужно два очков духа Включает клавишу L1 Кроме того, в снимке смерти Он замедляет движение Отброшенного духа Кому легче делать кому После снимка смерти Чем выше ваш уровень Тем больше урона Вы наносите Вы получили Обновили деталь Для темных камер В меню темная камера Так Настали же этот Открытый свиток С надписями на нем Все такое грязное Что я не могу разобрать Что там написано В ящике что-то есть О, пленка Хорошая пленка Тип 90 Ящики лежит Мелантерит И немного бумаги У меня появляется Ощущение присутствия Владельца Ой Что-то скрипнуло На полке много свитков Так Вот ничего нету Так Какой же тут все старое Все такое Обшарпанное Так Вот здесь я вижу Проход Но я видел Там еще дырку в пол Отсюда я вижу Могу видеть Комнату внизу Возможно Это было сделано Специально Чтобы можно было Видеть Что происходит внизу Ага А второе Видно Забавно Ничего-то странного Это похоже На какую-то Как постель Что-ли Непонятно Так А здесь что-то Еще было Из прохода Какой же здесь проходов Блин Какой же это Огромный особняк Так А здесь что А здесь не пройти Часть этой стены Разрушена И я могу Заглянуть в следующую комнату Другая сторона Отверстия Блокируется Задней частью Сундука Или какого-то Элемента мебели Я пытался Столкнуть сундук Но он совсем Не поддается Я слышу Как из комнаты По другую сторону Стены Доносятся Какие-то стоны Может я смогу Туда как-то пройти Так Ну тут по-моему Столько с мужским Персонажем Можно бы пройти Ведь он только Может делить Приметы Насколько я знаю Да Здесь тоже что-то есть Что-то тоже Отжечь свет Так Пленка А вот Маленькая дверь Я вижу Дверь накрепка Закрыта Так Понятно Здесь не пройти Так Ну у нас теперь Есть одна Вещь Которую можно Открыть Еще одну маленькую дверцу Я знаю где это Сейчас вспомню Как туда пройти А я вспомнил кажется Сейчас мы пройдем туда Луба пишет А вот кстати Карта местности Наиболее круто реализована Всегда было Саленхиле Очень мне нравится Удобно иметь Информативную Да Согласен Там карта Очень приятная Сделана Как в реальной жизни Там отмечаются По-моему Всякие участки Где ты смотрел Где не смотрел Так что Это можно сказать Очень довольно таки Приятная фишка В игре Так Давайте-ка А мы же еще Здесь сверху Не посмотрели Мы так-то Смотрели до этого Но В то же время Мы не смотрели Сейчас Потому что Многое меняется В этом особняке С каждой Новой ночью Ваше Субтитры делал DimaTorzok Да, кажется здесь Странно Вроде бы должно быть что-то Потому что вон там Справа внизу Как бы вот эта Лампочка вроде того Обычно показывает синим Если что-то рядом фантомное Здесь есть японский сундук Странной формы Некоторые дверцы Кажется закрыты Я не могу их открыть Так, понятно В общем ничего нету Наверное мне показалось Не знаю Здесь вроде бы что-то должно быть Синяя пламя по глазу Сохраняться нельзя Так вот В связи с этим А, вижу, вижу, вижу Вон там Вдалеке Я же говорю Я что-то почувствовал Точно что-то было Как будто призрак смотрит Какая же тут атмосфера Прекрасная Прям надлетает Похоже на колыбельную Кажется призрак напевает Кажется Так, я призрак замутил Так, нас тоже Немножко ранили Ага, сзади появились Это та самая погибшая Которая была в авиакатастрофе Которая исчезла в больнице Так, страшновато смотреть Так, здесь вроде бы ничего нету Так, здесь вроде бы ничего нету Так, ну тогда можно смело идти туда Куда нам нужно идти В данном случае наверх Чтоб поместить этот маленький камушек С цифрой 3 И открыть новую дверцу И открыть новую дверцу Опа Чей-то призрак Столько всякой живности Или неживности Призрачные Так, здесь И сюда Наверное, вот сюда нас было Так, да, правильно Теперь Нужно наверх Удачно подобраться До этого места Никакой призрак Чтоб не вылез Боится, у нас тоже Меня приходовал Из-за изображения А то блин Появится еще кто-нибудь тут А вот здесь кстати Нет Упс Уже их не закрылись Так, где что-то есть Тут лежит Да, отравленные лекарства Блин, какая жуткая атмосфера Здесь посмотрим Может быть здесь что-нибудь найдем Коридор впереди Еще ниже Я чувствую Из-за такого коридора Ведет к воду Может быть он ведет куда-нибудь Но через такое узкое место Пройдет только маленькая женщина Или ребенок Отжимая так начали не сюда так все верно по курсу идем один в темноте 4 на playstation еще был очень атмосферный крутой даже фонариком можно было окружении освещать статичные я честно даже не играл один в темноте на playstation надо будет как-нибудь потом тоже добавить список поиграть а так наверное думал что интересная игра была хоть и мне не играл но думаю интересно да сюда точно не войти так это надо было через это кажется проход да все верно так можно практически рядом с той дверью которым нужно попасть вызов похоже любит играть на кота японском инструменте тогда не будем его беспокоить отправимся дальше ой откуда призр взялся и тебя никуда не убежать как призрак тим маленькой девочки там где стала девушка в одеянии жрица что-то осталось. Типящий камень 2. Вырезан на камни размером с ладонь. Две горизонтальные линии, которые обозначены 2. А, куда его применять? Я не знаю. Так. Буба пишет, добавляю, он по сюжету, конечно, не шедевр, а вот по атмосфере и страху ух, и графика будет хорошая за счет задников и камер. Бубасы, кстати, на PlayStation озвучивали. Но пока уже лицензия и норм озвучка. Ага. В общем, возьму на вооружение. Буба, спасибо за совет. Надо будет потом записать после стрима. Так, а вот сейчас будет головоломочка. Кстати, моя любимая головоломка в этой игре. Так, нужно сделать так, чтобы эти символы уменьшились. И все желательно. Так, ну допустим, вот этот сюда. Так, значит, явно этот не туда был. Так, ну допустим. дальше тыкать не могу один остается как его достать а если так так то она не пролезет голомка с подвохом запутался в кнопках нет это не так так стоп секунду это же можно получается подвину нет то интересно на серьезно попал с голомка так как же правильно тут его подвинуть все попали на свои ячейки допустим допустим этот сюда в любом случае какой то тупик получается да что то не то а если так она есть как говорится похоже дверь открылась и что у нас тут кое-что на плоту жать сверху пин команда нашим шащийся этикетки и слово заповедь возможно смогу посмотреть на проекторе а еще что тут есть получить что-то похоже на глазок мне нужно кровь что-то говорит призрак вон там это какое то другое помещение зал церемонии ну-ка так зал ритуалов из маленькой комнаты под крышей я мог заглядывать в комнату с огромной той статуей Будды то что выглядит как человек повисший на статуе было девушку проводящий церемонию кто это мог быть так то вроде призрак знакомый но в полу есть что-то похоже на глазок а так если я еще раз фоткаю в общем это ничего нам не дает как ни было подсказку что есть какой то еще проход секретный так мы получили еще одну какую то вещь а я вспомнил кажется нет не отвяжемся это вполне то не та маленькая дверь просто я думаю может быть еще какая то была дверь как то была какая то дверца с маленьким то такой точно такой же головоломка где нужно было такой же камушек вставить а вот только где она была и вообще есть ли она и подходит ли вообще этот камушек туда да толковая подсказка мы тут конечно не получили ну что ж похоже как ни одного выжившего все думаю что есть нет выживших он сильно ошибается ну и закрыта так а ну-ка куда этот камушек мы не принять то так спящий камень 3 вот этот камень с рельефом 3 с обратной стороны вмятина как будто что-то было вставлено так лента три ленты кстати вот эти надо будет просмотреть на проекторе а а а а а а А, кстати, вот здесь дверь есть Которую надо будет проверить Это, кстати, та дверь, которая ведет, наверное, в ту комнату Где лежал тут призрак Говорящий что-то про кровь Возможно это, но вот эта дверь Тут опять шуршит Дверь закрыта Ну, в принципе, да, понятно Дверь закрыта Так, призрак исчез Так, а эта дверь, интересно, открыта будет или закрыта? Закрыта какой-то силой Ну, в общем, туда тоже не попасть В общем, здесь проходов нету Открытых Блин, как же они меня Запутали этими комнатами, коридорами А вот эта маленькая дверца Она, по-моему, не открывалась Может, это она? А, здесь нужен общий ключ Так, здесь тоже кровавое пятно Не знаю, где раньше Так, ну что-нибудь случилось с дверью? Кто слышит, но священные веревки Бумаги протяжены через дверь Которая была плотно запечатана Тенды четыре амулет Подписаны картинками Бумажных кукл в форме людей Может, ее здесь? Так, это я знаю В общем, что двоих священников нужно найти Чтоб эту дверь открыть А где же их найти? Двоих-то Вот в чем вопрос А здесь, кстати, можно проверить будет? На алтаре горит свет Там, где бы поставили миниатюрный храм Здесь ничего нету Здесь-то мы, в принципе, очнулись Ну, проверить стоило Вдруг что-то бы открылось Так, а эта дверь Закрыта Так, в итоге у нас остался один камушек Который можно применить К какой-то двери И два талисмана священника В итоге двух духов священника Нужно обыскать И уничтожить Чтоб открыть ту главную дверь Ну, в общем, у нас есть цель Так, ну ладно, сохранюсь тогда я Да, довольно-таки замысловато Сделали нам голову Так, ну, наверное, буду на сегодня уже заканчивать, друзья Поскольку уже два часа ночи Почти на часах В общем, стрим Наверное, следующий я сделаю завтра В 10 часов вечера На сегодня я закончу В общем, друзья, всем спасибо, кто смотрел Кто был на трансляции Рад был всех видеть В общем, приходите завтра В 10 часов вечера на стрим Будем продолжать Вся информация, все ссылки на мой канал Группу ВК под плеером Гудгейма Подписывайтесь В общем, лайкайте Следите за анонсами Все последние анонсы в группе ВКонтакте В общем, всем, друзья, спасибо Всем спокойной ночи И смотрите, чтоб вас ночью Не утащил какой-нибудь призрак В общем, друзья, всем пока Всем спокойной ночи Субтитры сделал DimaTorzok